Мы продолжаем. По всей стране сегодня проводятся праздничные мероприятия в честь величайшего русского поэта и одного из создателей современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина. Наш город не остался в стороне. В парке «Юность» для воспитанников приходящих лагерей коллектив детской театральной школы подготовил творческую программу, посвященную поэту. Но стихов Пушкина на площадке не звучало. Считали произведения поэтов Серебряного века Есенина, Блока Цветаевой. В общем, тех, кто по праву оценил и воспевал творчество Александра Сергеевича в своих строках. Во всех краях Великого Союза смеющаяся пушкинская муза нашла о себе признание и приют. В степях и тундрах Пушкина поют. И он зовет на подвиги поэтов в стране труда, в республике Советов. Имя Пушкинского дома в Академии наук. Звук понятный, знакомый, не пустой для сердца звук. Это звоны ледохода на торжественной реке. Перекличка парохода с пароходом вдалеке. Для самых юных поклонников творчества Александра Пушкина организовали развлекательную программу «Рисование на асфальте» и веселые конкурсы, за участие в которых ребята получали призы. Отметить день Великого Русского Поэта собрались и участники недавно созданного Волгодонского литературно-творческого объединения «Лира». Вот на мой взгляд, я считаю, что поэзия Пушкина, она актуальна и в наше время. И очень радует, что не только люди моего поколения старше обращаются к творчеству, но и молодежь. Собравшись у единственного памятника Пушкину в Волгодонске, члены «Лиры» возложили цветы к бюсту поэта и прочли несколько его стихотворений. Минуты вольности святой, как ждет любовник молодой, минуты верного свидания. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг отчизне посвятил души прекрасные порывы. Субтитры создавал DimaTorzok